Приветствую! Задался вопросом поиска самого доступного смартфона, ну или одного из самых доступных, с модулем NFC. Может есть дешевле, я не встречал, но по-моему нет. Это Honor 8A. Один из самых сбалансированных смартфонов за свои деньги. И поверьте, это бывает не так часто на сегодня. У него реально много достоинств. Но меня обманул китаец. Да-да, друзья. Я заказал его на Алиэкспресс, хоть он широко представлен и у нас. Причина банальна. Экономия. Как же он меня обманул? Да легко. Написали, что это глобальная версия. Посмотрел, что на нашем рынке он продается с NFC. У китайцев об этом ничего не было сказано. И я заказал себе, будучи уверенным, что это тот же смартфон, что и у нас, только дешевле. Хитро написали, что это Global. Сейчас исправили, что это Global ROM. Прошивка по-нашему. А я вот так хитро и открыл спор. Пусть компенсирует теперь баксов 20-25. По сути, единственное отличие этой версии от той, что у нас в магазинах, это отсутствие NFC, может некоторые LTE бенды и китайский зарядник, а не европейский. Потому, если покупать данный смарт, то уже у нас. И как видите, он не очень-то и дорогой. Потому ссылки на лучшие цены именно у нас оставлю в описании. Если NFC вам не важен, то и где покупал дешевле, тоже смотрите там. Учитывая, что отличия нам известны, но в остальном это одно и то же, глянем пристальнее, что это за смартфон. Вперед! Вот такой у нас карабас. В комплекте зарядка всего на 1 Ампер. Шнур microUSB. Да, тут microUSB. Это же ультрабюджетник, держим в уме. И даже простенькую гарнитурку положили. Уже хорошо. Дисплей у нас более 6 дюймов с не рекордно, конечно, но довольно тонкими рамками. Он действительно похож на современный смартфон. Выполнен в стиле Redmi Note 7. И капелька точно такая же, кстати. И учитывая габариты, его можно назвать довольно компактным. А сзади дизайн можно даже назвать оригинальным. Глянцевый пластик с матовой вставкой слева. И о боже, что это? Одинарный модуль камеры. Ничего себе, уже все и отвыкли. Но я скажу так, лучше один модуль, но более качественный, чем два фиговых. Далее мы, конечно, затестим его. Сканер отпечатка пальцев как раз под указательный палец. И работает на удивление очень точно. И даже скорость довольно приличная. Я думал, будет более задумчив прямо из коробки. И что меня очень порадовало в данном смартфоне, так это распознавание по лицу. Я настроил так, чтобы по поднятию он реагировал. И что тут можно сказать? Как для бюджетника, просто отличная скорость. Не все, даже вдвое дороже смартфоны, могут похвастаться такой скоростью. Также, что заметил из позитивного, индикатор событий. Который часто сейчас игнорируют в смартфонах. А штука-то полезная. Он тут довольно яркий. Его трудно не заметить. Еще одна позитивная особенность. Тут полноценный лоток сим-карт. Куда еще можно добавить карту памяти. И в нашем случае 32 гигабайт памяти. Карта может и пригодиться. Тут зачет. Ну раз уж пошла такая пьянка, то еще один позитивный момент. Тут на верхней грани еще один микрофон в шумоподавлении. Не пожалели, что позитивно отобразится на качестве разговоров по телефону. Сам дисплей IPS с разрешением HD+. Ощущается некоторая бюджетность, но экран очень даже хорош в пределах цены устройства. Цвета спокойные, более натуральные, без какой-либо кислотности. Никакой инверсии под углами нет. А что меня особо порадовало, отличный запас по яркости. На улице точно не будет никаких проблем. Нижний порог тоже вполне нормальный, хоть и не рекордный. Для дисплея в оболочке предусмотрена куча настроек. Баланс белого можно регулировать, причем очень тонко под себя. В бюджетниках это редкость. Защита зрения, размер текста, все это тоже есть. По умолчанию в смартфоне на экраны стандартные кнопки, которые, кстати, можно менять местами. Также хорошо реализовано управление жестами. Очень удобно и приятно таким пользоваться. И я, конечно же, оставил его. Если не пробовали, то шаг назад это свайп слева или справа. Свернуть приложение это свайп снизу, такой же свайп на задержать палец, открытие запущенных приложений. И как ни странно, работает все довольно шустро. И это при 2 гигабайтах оперативной памяти в смартфоне. Версия на 2.32 гигабайта. На экран, кстати, уже наклеена защитная пленка, что тоже очень хорошо. Оболочка MUI 9.0.1. И прикрывает Android 9. Смартфон довольно-таки свежий. В оболочке много всего. Она очень гибкая и в то же время понятная. В ней разберется каждый. А нам же более интересно железо смартфона и то, на что оно способно. Не так ли? Процессор Helio P35. Восьмиядерный 12-нанометровый проц. И это его позитивная сторона. Как я уже говорил, оболочка на нем работает довольно-таки шустро, несмотря на 2 гига оперативной памяти. Но данный смартфон еще и в играх далеко не пасет задних. На нем можно играть в любую современную, даже самую тяжелую игру. На средних настройках уж точно. Вот, например, игру Танки я поставил на средние настройки, понизив отображение растительности и игра идет превосходно. PUBG сам предлагает низкие, хотя при желании можно повысить, но так игра гарантированно идет отлично. То есть данный смартфон довольно-таки не слабый на сегодня, как за свои деньги. Окей, а что там по звуку? Мультимедийный динамик обладает довольно нормальным, хоть и не рекордным запасом по громкости и звук также неплохой. Во время разговора я слышал отлично, как и меня. В наушниках звук порадовал и качеством довольно неплохим, и даже запас по громкости у него тоже хороший. 3G, 4G, все работает. Wi-Fi только один диапазон 2,4 ГГц. Оно и не мудрено. Bluetooth 4.2, зато GPS ловит хорошо. А вот на датчиках тоже сэкономили. Гироскопа, магнитного датчика или компаса по-другому? Нет. Только минимальный набор, имейте это в виду. Автономность. 3020 мА. Это далеко не рекордная емкость на сегодня, но учитывая HD+, разрешение, не очень большой экран по сегодняшним меркам и 12-нанометровый проц на полный день работы будет хватать. 30 минут игр садят смартфон на 8-9%. Видео с YouTube на яркости 75% берет 6% заряда. Это предсказуемо и нормально с данной батареей. Заряжается он чуть дольше среднего с родной зарядкой. За 30 минут 20%, за час 40%, 100% набирает за 2 часа 38 минут. И это неудивительно, в комплекте зарядка на 1 А. Если у вас есть 2 А, то вероятно за 2 часа будет заряжаться. Камера. Основной модуль на 13 Мп с апертурой f1.8. Тут чудес ждать не стоит. На ней тоже сэкономили, но как для ультрабюджетника, можно получать достойное фото. Хоть камера и простенькая, динамический диапазон небольшой, портретного режима вообще нет. Видео, по-моему, снимает похуже, чем фото. Full HD 30 кадров и никакой стабилизации. Пример съемки видео на смартфон Honor 8A. Full HD 30 кадров больше выставить нельзя. Также проверим динамический диапазон. Не сильно ли темнеет внизу? Вроде бы все нормально. Ну и автофокус тоже проверим. Замечу, что он довольно-таки быстрый. Фронталка на 8 Мп, апертура f2.0 и вроде бы неплохо. Во всяком случае, на что тратимся, то и получаем в этом плане. И тут грех жаловаться. В целом, друзья, я могу заявить, что это просто находка для людей, которые не хотят сильно тратиться на смартфон. И кому при этом нужен модуль NFC для оплаты покупок и так далее. Конечно же, придется пожертвовать, например, камерами. Они сегодня есть гораздо получше, если хорошенько раскошелиться. Скоростью работы где-то все же 2 ГБ оперативной памяти маловато на сегодня. Хоть прошивка бегает довольно шустро. Но вот что будет через полгода, неизвестно. Однозначно, смартфон стоит своих денег. Вот такой вот вывод я сделал, лично им попользовавшись. А в следующем видео я покажу вам смартфон приблизительно из той же ценовой категории. Правда, там уже нет NFC-модуля. Зато какая батарея на 4000 мА. Это свеженький Redmi 7A от Xiaomi. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Впереди, в общем, много интересного. А с вами был Андрей, канал Smart Plus. И всем пока, друзья.